Как принять сегодня? Сидя на диванчике? Нет. Стоя с книгой, с планшеткой. Вроде прокопана с церкова. За двума зайцем. Так и я точно, да? Здоровенькие были. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток. Самому-самому шикарному. Самому уважаемому сообществу. Физкульт-привет. Мои хорошие, я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать. Будем с вами общаться. Я приветствую всех вас со своей приемной. Это моя кухня. Сегодня мы с вами, так как мы сторонеющие, о питании. Но неправильном питании. Мы сегодня о неправильном питании, мои хорошие. Как я до этого докатилась. Докатилась. Знаете, никогда не говорите никогда. Докатилась. Я как-то на днях проговорилась, сказала, что у меня есть рецепт хороший. Значит, запеканочка. Такая вкусная будет. Такая вкусная. Но я не знаю, вот, когда именно покажу. Люди писали, Таня, когда же будет эта запеканка? И вот я эту запеканочку приурочить должна, вот, к сегодняшнему дню, допустим, да? Я хочу ее приготовить сегодня. Я решила вам показать. Да, это не ПП-пытание, нет. Люди, когда я попробовала, попробовала эту запеканку, вот это правильно говорят, чуть язык не проглотила. Я сразу, боже, какая она мокренькая внутри. Какая прелесть. А с чего ты готовила? Да? Апельсиновый сок вот эта мокренькая? Боже, как вкусно. Это даже не цедра апельсина? Нет? Ой, ты что? А что здесь еще? Манка? Ой, боже, манка. Я не перестаю пробовать дальше. Манка? Ничего себе. А даже не скажешь. И мука? Сколько? 80 грамм? Мало. А манки? Соточка, да? 100 грамм. Думаю, нормально будет, вы немного, да? Но вкусно, как люди. Ну, то есть, я не выделывала. Знаете, вот я не ем. Ты что, я это не ем? Ну, и съела. Съела, попробовала, давай. Раз в столетие. Ты что себе, выпекаешь запеканки какие-то? Нет? Попробуй, нормально все. Поэтому никогда не нужно вот это вот. Человек угостил, взяла кусочек маленький и попробовала. Спасибо. Классно, вкусно. Все, все. Не надо на себя вот привлекать такое внимание. Я такая правильная, а ты ешь неправильно. Но иногда, иногда. Потом. Мои хорошие. Иногда можно себе позволить. Вот я когда начала худеть, я каждую неделю покупала себе ромовую бабку. Почему ромовая бабка? Мокренькая внутри. Мокренькая, свеженькая. Только привезли. Я буквально приходила к привозу, покупала эту бабку. Я обалдела. Я тащилась. Я уже рассказывала, да? Раз в неделю. Потом бабка была, да, не свежая. Я ее не купила. И я так отошла от ромовой бабки. Ну, иногда могла что-то себе позволить, да? Потом как-то соскочила с этого, со всего, да? Но если человек на удержании веса, вот как я, да? Я могу спокойно позволить себе. То есть, мне не нужна сила воли. Все, я завтра не буду. У меня сила воли, моряк-попай. Нет, я мозгами своими понимаю. Это не моя еда. Ну, так, побаловалась. Да, вкусно. Да, классно. Таня, будешь такое есть, вот проход не войдешь. Это точно. Нет, это не мое уже. А так вкусно вообще. Вот если семья есть, да? Дома ребятишки бегают, да? Маленькие. Малышарики у детей. Дети, да? У кого-то. Конечно, ребенка нужно приготовить. Или всех присадить на отруби, да? Детей, да? Приготовьте своим детям, своим близким. Это классно, люди. Классно. Иногда. Не нужно каждый день такое выпекать. Вообще. Выпечка должна быть раз в неделю. У нас неправильное питание у всех. У всех. У нас выпечка каждый день. Галетное печенье полезное. Ой, овсяночки сегодня взяла. Я имею ввиду прянички вот эти овсяные, да? А кто-то вообще вот эти пряники с начинкой, да? Я обожала. Ой, я и обожаю их еще, да? А кто-то говорит, я сейчас работаю, взяла Наполеон. Да тут немножко, тут я взяла там 300 грамм, допустим, да? И у нас каждый день выпечка. Вот это неправильно. Если выпечка будет один раз в неделю, вспоминайте, аристократы-то, дворяне, да, люди. Кухарки выпекали выпечку к празднику, то есть или к выходным. Вот к воскресенью, да, люди сидели на верандах, пили чай, какая-то выпечка на столе, то есть один раз в неделю выпечка. Тогда будет все нормально. Можно позволить себе какой-то кусочек, да, такое баловство. Думаешь, классно. И вы не чувствуете себя ущемленно, но один раз в неделю. Конкретно вот это запеканка, что я пробовала, да, люди, которые мы сейчас приготовим, она понравится всем. Она настолько понравится, если наловчитесь буквально, там легко готовится сюда, вот, то делайте даже две порции. Вот сразу улетит. Я не ожидала, что так может быть вкусно. Я вообще по выпечке, я умею готовить, мне нравится готовить, выпекать, очень люблю, да. У меня шарлотка хорошая, настоящая. Шарлотка хорошая, это когда килограмм яблок, очищенных уже килограмм, и не полный стакан муки на два пальца. А не стаканчик муки забыла, вот так, полинком придавила, да, и три яблочка. Что это за шарлотка? Это какой-то залепок. Нет, шарлотка это тоже. Поэтому для меня выпечка это искусство. Искусство. Как и варенье. Не каждый человек приготовит вкусное варенье, да. Кто-то скажет, да, я пятиминутку. Пятиминутка это не варенье. Это так. Пойло такое в банке ветровой. Варенье это слово уваривает. Надо потаскаться с этой миской пять дней, там, поминутно, там, сиропом заливается. Ну, это искусство. Вот так и выпечка точно для меня. Поэтому я, знаете, как я всегда говорю, я плохого не посоветую. Я хочу вам показать сейчас этот рецепт. Я покажу вам ход, вместе сделаем. Это здорово будет. Я не ожидала, да. Я никогда, вот раньше даже выпекала, никогда не использовала манку. Никогда, никогда. А здесь я специально купила пакет манки. Зараза, целых килограмм. Оно мне не надо же. Как будто отдал, может. Я вот хочу приготовить. И давайте вместе попробуем сделать. Готовится легко. Всем понравится. Всем до одного. И у всех получится. Мои хорошие, пока я не приняла рабочее положение, я хочу прочитать несколько комментариев. Это много времени не займет. И видео у меня сегодня будет не очень длинное. Это уже хорошо. Так, значит так. Такой комментарий. Танюшенька с праздником. Вчерашний комментарий. Я его вчера не прочитала. Не ответила человеку. С вами 16 месяцев. Минус 26 килограмм. Кайфую от процесса похудения. Рада, что встретила вас. Люди, насколько мне приятно. Вот, вы знаете, вот я не буду там, знаете, никакого пафоса у меня. Насколько мне приятно, а? 16 месяцев минус 26 килограмм. Это 5 бутлей воды. 5 бутлей по 5 килограмм. Даже больше. Вы представляете? Вот этот вес. Представляете, представляете, да? Кайфую от процесса похудения. Вот вам и факты. Человек не сдерживает себя. Знаете, у меня сила воли. Я то не ем, то не ем. Человеку нормально. Он в комфорте. Вот это главное. Минус 26 килограмм. Мы все поздравляем вас. Вам респект и уважение. Молодец. 16 месяцев 26 килограмм. Класс. Мне приятно. Я рада, что встретила вас. Приятно. Спасибо большое. Так, следующий комментарий. А вот клеон можно пить? Это же ферменты, если мало белка. Так, понятно. Вы мало употребляете белка. По какой причине? Яйца. Какая-то молочка. Это белок. Не только белок, это мясо, да? Какую-то селедочку купили. Это белок. Что-то недорогое можно найти. Что такое ферменты? Ферменты – это ножи. Пищеварительные ножи. Они только расщепляют вот этот белок. Мясо, творог, яйца. Ферменты – это пищеварительные ножи. Они не заменят мясо или рыбку, или яйца, или молочку. Обязательно нужен белок. Это ваш иммунитет. Это здоровье. Попроще можно что-то готовить, да? Но это не значит, что каждый день, допустим, там чего-то много и дорого. Нет. Ферменты – это ножи. Это не еда. Нет. Так, дальше. Еду не заменит фермент. Следующий комментарий. Я тоже ходьбой сбросила 8 килограмм за 2 месяца. Yes. Мой человек. 8 килограмм за 2 месяца. Получается 4 килограмма в месяц. Только ходьбой. Люди, я вам всем читаю. Это факты. Это победа. У человека победа. Я когда пришла и рассказывала всем на пляж, да, я встретила человека, он мне сказал, приходите, это тропа жизни. И так, между прочим, я поворачиваюсь, человек уже уходит и говорит, вы похудеете за месяц на 5 килограмм только в ходьбе. И я в этот же вечер была на водном канальчике. В этот же вечер у меня не было спорта, у меня не было кроссовок, у меня были спортивные босоножки Коламбия в розовом цвете, я их и то тоже так редко одевала очень, да. Я ходила быстро, но не до такой степени, в принципе, ну, так, по городу, гражданочки. А в спорте нет, у меня не было спортивных брюк, таких конкретно брюк, джинсы, это же не спорт, да. Я одела шорты, спортивные босоножки Коламбия и побежала на этот канальчик водный на проверку, да, сколько займет времени перед работой, потому что я должна перед работой, мне же на работу утром. Значит, сколько времени буду тратить на два круга? Это час двадцать у меня. Я начала худеть в ходьбе. Я понимаю, что я худею. Я начала выходить еще с транспорта, на несколько остановок, то есть я начала двигаться, но двигаться нужно в темпе, в темпе, не просто. Пошли погуляем, мы подышали воздухом, да сейчас же. Нет, только в темпе, пошла, 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 никакого телефончика, это отвлекает, вы неправильно дышите. Без телефона, без подружек. Так, хороший комментарий. Подтверждение, люди, да, нам нужны факты, а не просто ля-ля-ля-ля-ля. Так, дальше считаем. Татьяна, у вас все правда, и про мучное, и про сладенькое. Была с вами два года, минус десять килограмм. Только стала себе позволять мучное, конфеты, ага, ага. И плюс три за два месяца. Я опять только с вами, ни шагу в сторону. Спасибо, Инна. Вот мне пишут, а если вы, недавно был комментарий, а если вы будете есть так, как прежде, вы поправитесь? Что за вопрос, люди? Если я буду есть ромовые бабки, вот такие запеканки, как я готовлю, да? Нет, я поправлюсь, конечно. Я склонна, вот есть люди, они не склонны полнеть, а я толстею, жирнею. Я не хочу быть тумбой. Тумба, помните, за Дома Затябы, да? Сама тумба. Да. Ну вот. Так, поэтому, ну можно себе позволить, но очень редко и так, не система так, знаете, так. Напомнит, напомнит, да? Себе, себе напомнит, да? Вот такой комментарий еще почитаем. Танюша, добрый день. Оля из Одессы. Витаю вас. Мне 59 лет. С вами 2 года. Подписалась перед войной. Первый год только слушала, вникала. Значит, первый год только слушала, вникала. Параллельно с новыми видео переслушивала все предыдущие видео. Перешла к практике. Ну, то есть, через какое-то время, а не сразу. Перешла к практике. Результат, минус 12 килограмм за 9 месяцев. Отлично. Значит, 85 килограмм был вес, сейчас 73. Минус 12 килограмм. Работаю дальше, до 65. Сказать спасибо, ничего не сказать. Благодарю Бога за вас. Мне говорили, ты никогда не похудеешь. Ну, как можно человеку давать такую установку, а? Вот, зараза. Ты никогда не похудеешь. Какое ты имеешь право вообще? Рот открывать на эту тему. Это не твое дело. Не ваше это дело. Похудею я или нет? Как можно утверждать, а? Мне говорили, ты никогда не похудеешь. Но вы перечеркнули все стереотипы про котлет и лет. Точно. Да? Полнеют от лет, а не от котлет. От лет. Почему полнеют люди в возрасте? Рассказывай. Просто и доходчиво. В 30 лет у нас есть гормоны какие-то, да? Их больше. В нашем возрасте уже гормоны все ушли. На 90%. Их нету. Так. Гормональный фон у нас полностью нарушен. Ферменты поджелудочной железы. Липаза, милаза, протеаза. Тоже, тоже, тоже их уже не хватает. Люди, это не 30 лет. Это не 25 лет. Потом. Вспоминайте себя, когда вы молодая. Вы больше двигались. Больше двигались. В возрасте человек меньше двигается, да? Ну, я дома посижу, поприбираю, помою окна. Меньше двигаемся. Молодые мы гей и погнали. Так. Потом дальше. Вы в возрасте, то есть не в возрасте, когда были, допустим, молодая, да? Или молодой человек, молодой мужчина. Вы доедали после мамы, папы? Никогда. Вы оставляли свою тарелку? А сейчас вы говорите, ой, подожди, куда ты выбрасываешь? Я это доем. Вы доедала после всех. Внучек, дай бабушка доест бананчик тебе. Ой, себе положит в ротик, да? Вы доедайте, не выбрасывая варенье, пол вареника. Не надо собачки, я сама доем. Сама собачка. И вы больше доедаете. Поэтому мы толстее, мы больше едим. Мы не ели столько сладостей, как в 30 лет. Тогда не было этой культуры. А сейчас у нас и культуры, ничего нету. Ну, гавнопродукты зато есть у нас, да? Культуры нету, гавнопродукты есть. У нас была другая культура раньше, да? Мы шли на день рождения, мы знали, о, будет киевский торт. О, будет Наполеон. Верочка хорошо печет Наполеончик. Сегодня Наполеончик, классненько. Мы это редко ели. А сейчас каждый день, каждый день. Все. И вот, пожалуйста, человек пишет. Вы перечеркнули все сериотипы про котлеты лет. В возрасте нормально худеется. Нормально. Нужно больше двигаться и закрыть рот на гавнопродукты. Все. Это миссия ваша на земле. Какая вы умница, что разобрались во всем этом. И главное, делитесь своими знаниями с другими. Так круто сейчас осознавать, что не еда тобой управляет, а ты ею полностью управляешь. То есть ты контролируешь. Знаешь, чего ты хочешь, что тебе полезно. И при всем этом еще и вкусно. Это так классно. Еще раз спасибо. Личная просьба. Не могу найти видео, где вы говорите о рецепте немецкого доктора. Как употреблять печень для повышения гемоглобина и уровня железа в крови. Очень нужно. Не могли бы вы коротко повторить рецепт или хотя бы дать название этого видео? Большое спасибо. Обязательно напомним. Значит, наша уважаемая Анастасия Настенька, которая живет в Германии. У нее железодефицитная иномия была, во всяком случае. И доктор сказал, будем лечиться не таблеточками, я вчера даже напоминала об этом, не витаминами какими-то, железо принимать, а продуктами. Каждый день нужно принимать столовую ложку или печень. Вы ее тушите. Печень обычная, куриная, индюшинная, допустим, телячья печень. Столовая ложка в день. Или мясо, говядина. Все у вас приготовлено. Проварено мясо и в морозильной камере у вас. Вот здесь. Вы себе берете кусочек. Это ваша дневная норма. Одна столовая ложка. Все. И вы едите. Все. Находите комментарии. Настенька из Германии пишет. Настенька, подтверди. Дай ответ. Могут человек тебе напомнит. В смысле, напишет тебе. И ты напомнишь человеку лично. Надо поддерживать друг друга. Люди. Нужно помогать. Это так классно. Так. Ну и вот такой комментарий. Еще я не буду весь останавливаться конкретно на этом комментарии. Да. Но. 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 Этот человек меня сейчас услышит, наверное. Да. Я новенькая. Начала смотреть и залипла. И правда. Вы великий мотиватор. Классно, люди. Великий. Великий. Я еще и профессор. Не только мотиватор. У меня была кличка такая на работе. Профессор. Женщины стоят на остановке. Мне рассказывали. Это было давно. Люди. А я всегда увлекалась медициной. Вот советовать. Мне что-то интересное надо информацию. Я вот брошюрки покупала себе. Разные книжечки. Ютьюбе. Ты что сейчас можешь тут увидеть? И вот значит Оля рассказывает. А я спрашиваю Вале. Ты Таню не видела? А она мне говорит. Какая Таня? Ну знаете, много женщин Таней. А она говорит. Какая Таня? Какая Таня? Зачем мне другая Таня? Профессор, конечно. О, профессор. Тогда хорошо. Все знают. Да, точно. Меня обзывают профессором. И великим мотиватором. Так дальше. Ага. Только мне, если следовать ограничениям по своим заболеваниям. Какие-то же у вас заболевания придумали. Кроме воды ничего нельзя. Вы такие чулы. Вдохновилась. Вдохновилась. Решила попробовать добавить в рацион отруби. И, многоточие. Оказывается, категорически нельзя при панкреатите. Внимательно все слушайте. И, оказывается, категорически нельзя при панкреатите. Я не знала до недавнего УЗИ, что у меня есть панкреатит. Никаких симптомов никогда не ощущала. Ну, а дальше мы продолжим завтра на эту тему. Панкреатит. Без симптомов. Панкреатит – это страшное заболевание. Страшное. Очень редкое. Цирроз печени встречается чаще, чем хронический панкреатит. Панкреатит. Панкреатит острый. Хронический панкреатит. Это, вы что? Это нарушение ткани полностью поджелудочной железы. Это нехватка ферментов. А тут нету симптомов. Точно как у меня. 120 килограмм веса. А у меня на УЗИ хронический панкреатит. Панкреатит – это поносы. Диарея. Себя вылетает все как из утки. Нету ферментов. Нарушена работа поджелудочной. Это боли спины. Человек корчится от боли. С туалета не вылазит. А тут тумба пришла. 120 килограмм. И у меня ничего не болит. Я пришла, потому что у меня запоры. И думаю, может, что это у меня запоры? Я такая была некомпетентная, некомпетентная. Они мне пишут, катают. Хронический панкреатит. Какой-то хронический панкреатит у меня. Странно. Я вам расскажу завтра, что такое хронический панкреатит и почему на УЗИ показывается хронический панкреатит. Никогда УЗИ не покажет панкреатит. Только КТ или МРТ. И должна быть очень тяжелая стадия. Я расскажу, почему пишут диагноз хронический панкреатит. Конкретно по УЗИ. Поэтому никакого панкреатита у вас нету. Забыли и питайтесь адекватно. Адекватно, а не стол номер 5. Все, мои хорошие, с комментариями мы окончили. А сейчас освобождаю стол, столешницу и начинаем работать. Какие простые продукты, да? Даже не верится, что из такого простого получится шедевр. Значит, какие продукты у меня здесь на столе. Вот мерный стаканчик. Я положила сюда 80 грамм сахара. В этой миске сыпучие продукты. Я положила все сразу в одну мисочку. 80 грамм муки. Я просеяла на сито. Мука первого сорта, понятное дело. Просеяла на сито. 80 грамм. 100 грамм манки. Чайная ложка. Это 5 грамм. Разрыхлителя. Нужна кокосовая стружка. 45 грамм. Приблизительно это полстакана. Вот пакетик 40 грамм. Я добавила еще 5 грамм на глаз. У меня начатый пакет есть. То есть 45 грамм. Полстакана кокосовой стружки. Вот сюда положу сейчас. Вот. Дальше. Нужно растительное масло. 120 миллилитров. Вот пожалуйста. Это рюмочка на 100 грамм. Как бы да. Я добавлю еще 20 миллилитров. Я добавлю на глаз. Нужно 2 яйца. Крупненькие яйца. И нужно 120 миллилитров апельсинового сока. Ну приблизительно это будет 1 апельсин. Я потом скажу точно. Ну все. Вот такие продукты мне нужны. Приступаю. Масло обязательно без запаха. Рафинированное. Но в доме все есть. В Греции все есть. И рафинированное тоже есть. Без запаха масла. Следующий ход. Включаем духовку. На 180 градусов. Духовочка включена. Форма приготовлена. Показываю. Вот. Форма вообще. На вот эти пропорции. На эту пропорцию. Приблизительно форма 20 на 20. Ну у меня может быть немножко больше. Кругленькая форма. Ничем не смазываю. Пергаментный листочек у меня. Так. Сухие продукты. Сухие ингредиенты. Вот пожалуйста. Все. Я перемешала ложкой. Вот. Мука. Манка. Кокосовая стружка. Разрыхлитель. Что нужно дальше. Значит. Нужно взбить белки. Я отделила белки от желтков. Я беру белки. Добавляю постепенно сахар. И взбиваю. До хороших пиков. Все. Начинаем взбивать белки. Белки хорошо взбиты. Вот. До стойких пиков. Покамисть отставляю в стороночку. Беру миску. Большую. Вот. Сюда. Два желтка. Сейчас взбиваю. Миксером. Вот эти желтки. Процесс не буду показывать весь. Медленно начинаю доливать растительное масло. Не буду жужжать. Этого так не люблю люди. А потом доливаю апельсиновый сок. И все взбивается миксером. Желтки. Растительное масло. И апельсиновый сок. Поехали. Вот в эту миску я всыпаю сухие ингредиенты. И взбиваю миксером до однородности. Сейчас я беру белки. Достаю их. И подмешиваю в тесто. Соединяю тесто с белками. Лопаткой соединяю белки с тестом. Кокосовая стружечка расходится за это время. Она хорошо впитывает влагу. Кокосовая стружка. Все дружится здесь. Манка. Мука. Кокосовая стружка. Вспоминайте кокосовая стружка. Каприловая кислота. Которая предохраняет нас от плохих бактерий. Которые отвечают за тягу к сладкому. Сдерживает рост плохих бактерий. Каприловая кислота. Так. Я беру форму. Форму у меня я померила. Потому что люди будут спрашивать. Диаметры 21 см. Ничем не смазываю. Достаточно мне пергамента. И сейчас выливаю вот это тесто в форму. В духовочку. Буду ставить на 180 градусов. Я уже сказала. Приблизительно. Да. Время. Приблизительно 30-35 минут. Форма с тестом в духовке. Ожидаю 30 минут. А там посмотрю. На огне у меня ковшик. 120 грамм воды и 100 грамм сахара. Нужен сироп для заливки вкусного пирога, маника. Ну уже кто как назовет. Сироп должен быть остывшим. Пирог в духовке. Сироп на плите. Сейчас закипает вода. И я поставлю ковшик на балкон. Мультиварочка работает под вытяжкой. Специально ставлю на досточку. Тушится капусточка с черносливом. Пирог находился у меня в духовке 35 минут. Вот пожалуйста. Шапка не поднялась. Красиво. Красивый очень цвет. Камера не показывает так цвет. Он более румяный. По-настоящему он более румяный. Так. Снимаю силиконовую прихватку. Кстати, очень удобно. Очень удобно. Что дальше? Значит, вот у меня стоит рядышком в ковшике остывший сироп. С балкончика принесла. Значит, я должна взять зубочистку и делаю дырочкой. Это не значит, что я проверяю готовность пирога. Он приготовился. Он отличный. Так. Делаю дырочки зубочисткой. Так. Хорошо. Теперь нужно пирог пропитать сиропом. Вот смотрите. Пропитывается пирог сиропчиком. Да-да. Сахарным сиропом. Пирог для угощения. Вот этот сироп должен весь уйти в этот пирог. Ой, какой же он будет вкусный. Люди, люди, поверьте мне, я плохого не посоветую. Сейчас будут пропитываться постепенно. И буду заливать, даже подливать можно немножко с ковшика. Вот так. Вот так. Пирог нужно украсить кокосовой стружкой. Все. Желательно, чтобы пирог постоял. Ну, если до следующего дня, это будет очень хорошо. Он будет еще вкуснее. Вот апельсиновая нотка будет больше слышна на следующий день. Но вряд ли получится. Мне нужен пирог ко второй половине дня. Ожидаю. Форму можно снять сто процентов. Что я сейчас и сделаю. Колечко я сняла. И вот пирог снизу. Донышко осталось формы. Пирог остывает. Запеканка на столе. Люди пробу сняли. Оценили. Сказали, Танечка, дорогая девочка, это шедевр. Это просто шедевр. Люди, посмотрите. Вот на тарелочку положила кусочек. Беру вилочку. Смотрите. Какая мокренькая, да? Очень такая пышная. И сочная, сочная эта запеканочка. Смотрите, пропитана вся сиропчиком. Ммм. 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 Мои хорошие. Это точно. Можно проглотить язык. Это очень вкусно. Если вы сделаете одну порцию, то завтра вы повторите. Я вам даю слово. Готовьте. Это очень вкусно. Всем понравится. Всем понравится. Всем. И у всех получится. Готовьте. Я плохого вам не посоветую. Ух ты. Красота. Редактор субтитров А.